Здрасте! Всем приветуленьки и мы продолжаем нашу наипрекраснейшую карьеру на золотом колосе. И находимся мы с вами, друзья, около риэлторского агентства. Нахрена Иннокентий сюда приехал, спросите вы? А я вам скажу. Я, в принципе, в прошлой серии говорил, нам нужно купить овчарню. У нас, друзья, прошел стрим, на котором мы выполнили ту его кучу контрактов. И теперь у нас на балансе есть почти полтора миллиона денег. И первая задача, которую нам надо сделать, нам надо сделать запрос на, соответственно, овчарню. Овчарней у нас владеет глушков Илья. И я упоролся и повыполнял кучу контрактов на его полях. У него всего два поля, поэтому мне было сложно. Но я справился. Короче, у нас лояльность прокачана на 100%. Мы делаем запрос. 600 тысяч оно номинально стоит. Я надеюсь, это падло не будет загибать цену. А если что, мы надавим на него с помощью золотых монеток. У нас они есть. В общем-то, делаем запрос. И агент связался с владельцем, ожидайте ответа. Но это еще не все, друзья. У нас около нашей фермы есть маленькое поле под номером 18. С учетом того, что нужно нашим овечкам будет давать пожрать травку и силос, а ездить косить лужайку мне немножко впадло, тем более там кривой рельеф и все такое прочее. В общем-то, я решил купить это поле и выделить его под траву. Находится оно рядом с овчарней, поэтому будет прям замечательно. Вот такой вот хитрый у меня план. В общем-то, 18-е поле меня интересует. Тут владелец логанов Вадима уже давно его прокачали. 100 тысяч оно сейчас номинально стоит. Так что делаем и этот самый запрос. У нас, в общем-то, два запроса. Да. И давайте еще залезем в меню овечек, которых у нас нету, но меню есть. Соответственно, всего у нас может быть их 1700 штук. Есть три корпуса. Корпус для ягнят, в который помещается, по-моему, 700 штук. И два корпуса для взрослых овечек. На этой карте животные делятся по возрастным группам. Молодняк, подросшие, продуктивные и старые. Соответственно, купить мы можем только молодняк. То есть, для вечек это ягнята. И они не будут продуктивные. Кормить их, в принципе, всех нужно одинаково. Только молодняку надо будет еще давать молочко. Молочко придется покупать, а все остальное мы сможем делать сами. Силос будем делать из травы. Траву и сено тоже из травы, как ни странно. Воду где-нибудь найдем. Солому тоже. Мы ее раньше не собирали, но вот сейчас будет повод собирать. Соответственно, потом овечки нам будут давать шерсть. Правда, не сразу. Сначала они подрастут. Вообще, надо залезть в справку и почитать. Соответственно, овчарня у нас будет жрать 1600 в сутки. И закупить животных можно на ферме Кузнецовой ежедневно с 9 до 12. Вот только что 12 стукнуло, поэтому сегодня мы не будем покупать. Точнее, в сегодняшнем игровом дне. После того, как они будут старые животные, их нужно будет перерабатывать на мясо. И с овечек примерно 80 литров с головы. Стукшу, да. Шерсть у нас будет сбываться по контракту. И, соответственно, будут контракты на шерсть, будем ее продавать. Всего овечки у нас будут жить 14 суток. Первые двое суток они будут молодняком, они не будут ничего нам давать. Потом они будут подрастающими 4 дня. И потом уже продуктивными 8 суток. На последний игровой день из этих 8 суток они будут уже считаться старыми. И если их ничего с ними не сделать, то они сдохнут. И, короче, просто исчезнут. С ними уже потом ничего нельзя будет поделать. Поэтому надо будет в последний день их обязательно отправить на гамбургеры. Также на последний день они перестают размножаться. И также не размножаются подрастающие. То есть только продуктивные 7 дней они будут размножаться, пытаться. Разумеется, когда они размножаются, они дают молодняк, который тоже не дает никакого ни шерсти, ничего. И их надо тоже будет молочком кормить. Короче, с животными здесь все интересно. Будем заниматься. Я пока не знаю, на самом деле, сколько мы будем покупать сразу животных. Можно, в принципе, забить ягнятник полностью. То есть 700 штук купить. И дальше они пускай размножаются и плодятся. Хотя потом все равно, наверное, надо будет докупать. Потому что вряд ли они будут размножаться в геометрической прогрессии. В общем-то поживем, увидим. Плюс я себе поставил модик, чтобы видеть, какой у нас сейчас день. 22 день у нас сейчас идет, игровой. С начала карьеры. Соответственно, если на 23 день мы купим ягнят, то можно будет посчитать, в какой день их надо будет убивать. Пока что на сейчас, на данную минуту, нет абсолютно никаких планов о количествах и обо всем остальном. Потому что, во-первых, нам надо будет взять некоторую технику для покоса травы, как минимум. И мы не знаем, за сколько нам продадут овчарню и 18-е поле. Поэтому, когда нам это все продадут, у нас будет какая-то более ясная картина по бюджету. И тогда можно будет строить планы на все остальное. В общем-то, это все очень интересно. Но пока что нам делать особо нечего. И мы просто ждем, пока нам ответят риэлторы. Не прошло и трех часов, как к нам пришли ответы. И для того, чтобы их узнать, надо опять вернуться в риэлторское агентство. Потому что по телефону они мне ничего не сказали. Давайте начнем с 18-го поля. Это самое интересное. Смотреть. Владелец не хочет продавать имущество. Вот же ж упырь-то, а. Видимо, придется, да, потратить монетки. За несколько монет 4. Я помогу вам помочь найти согласие. В принципе, у нас есть 4 монеты. У нас их довольно много. Поэтому давайте мы согласимся. И давайте посмотрим на овчарню. 643 тысячи. Разумеется, мы покупаем. Это даже дешево. В общем-то, с 18-м полем еще договариваются. А пока договариваются, погнали на овчарню. И посмотрим, что там вообще есть. Что меня определенно радует, так это то, что овчарня не так далеко от фермы находится. Это прям замечательно. Я не очень люблю далеко ездить. В общем-то, припаркуемся вот тут. И погнали осматривать наши новые владения. Почему-то здесь ходят какие-то овечки. Но это не наши овечки. Хотя овчарня наша. Это странно. Соответственно, здесь у нас находится корпус для молодняка. Насколько я понимаю, здесь им выгружается корм, молоко, вода. Корм это трава, соответственно. И силос. Да. Они жрут траву и силос здесь. Здесь мы выгружаем сам молодняк. И, соответственно, солома на подстилочку. И также у нас есть два корпуса. Для этих самых овечек. Это, я так понимаю, второй. Под номером 2. И впереди дальше есть еще первый. Им отдельно нужно возить и воду, и все остальное. Соответственно, внутрь заезжаем, выгружаем корм, солому, вода снаружи. Да, кстати, воду можно заполнять с помощью башни водонапорной. Она здесь есть своя. Ее можно починить. И это, кстати, будет плюс рейтингу. Как-то так. Также есть у нас здесь на территории силосная яма. Для того, чтобы делать силос. Также есть силосная башня. Типа заводика. Короче, ферментатор, да. Который мы так любим. Туда можно выгружать на хранение силос или кормосмесь. Кормосмесь, я так понимаю, для коровок, которая предназначена. Можно ее просто там хранить. И не знаю, я так давно не упарывался с ямами. И может быть даже хочется и с ямой поиграть. Но не знаю, насколько мне хватит. Еще, короче, не знаю, как мы ничего будем делать, да. А также есть здесь склад. В котором можно... В котором будет появляться шерсть. Ну и в котором можно просто хранить всякую хрень на поддонах. В мешках, короче, можем сюда помидоры привезти. Если очень сильно надо будет. Также есть здесь хранилище тюков. И вроде как из хранилища тюков можно кормушки пополнять вручную. Я, честно, еще тоже не знаю. Мы в тюках будем все возить или россыпью. У нас есть тюковщик. Но возить надо будет ручками. Валероны я не буду, короче, доверять им эту работу. Но может быть и повозим. И вот здесь вот еще у нас будет специальная штука, где будет храниться навоз. Потому что наши овечки будут какать. А то, что они накакают, можно высыпать на поле. И это будет удобрение. А если еще потом это перепахать, это будет еще один слой удобрения. Ну или перекультивировать. Короче, два слоя удобрения, да. Так что у нас все весело. Ладно, поехали домой. Хотя нам все равно надо будет в риелторское агентство ехать. Потому что... Восемнадцатое поле. Мы ждем ответ по нему. А вот, друзья, и пришел ответ по поводу восемнадцатого поля. Довольно оперативно. Я почти ничего не промотал по времени. И да, я сюда приперся на Урале. Потому что надо. Сейчас мы поедем еще в садовый центр. Так, ну что, падла. Если ты сейчас мне не продашь поле, я навоз советчик постоянно буду сыпать туда. Большими кучами. Все, что они будут какать, все будет в навозе. В общем-то и он готов. Сто семь тысяч. По рыночной стоимости, в общем-то. Покупаем это поле. И теперь оно в нашей собственности. И нам дали штраф за сделку с монетами. Правда, у нас все равно рейтинг повысился. Потому что поле мы купили. Новый объект у нас в недвижимости появился. Ну и овчарня, разумеется. Теперь у нас рейтинг 70. Можно особо не париться по поводу рейтинга. Нам практически все доступно. Сейчас мы поедем с вами в садовый центр. Потому что нам надо там много чего купить. А вот и я. В первую очередь нам нужно купить семена. Они нам очень нужны. Потому что нам надо засеять все травой. И чем-нибудь, что дает соломку. Но это что-нибудь мы будем сеять уже на наше большое поле. Давайте посмотрим, что у нас вообще по семенам сейчас есть. Смотрите, у нас есть второй сорт ячменя. Нам, кстати, уже первый сорт доступен. Надо будет как-нибудь съездить и вот это вот все дело продать. То, что у нас есть по семенам. Ну да ладно, в общем-то, тогда нам неинтересно, что у нас сколько есть. Будем покупать заново. Соответственно, возьмем пшенички или ячменя. Давайте ячменя возьмем. Нет, давайте пшенички. Нам нужно два поддона, чтобы засеять поле. Там около трех кубов, а в поддоне по два. Половину не купить. И возьмем еще поддон травы. Там надо 500 литров всего на 18-е поле. Но мы, короче, возьмем вот поддон. Нам этого должно хватить. Еще нам надо купить удобрений. Удобрений можно взять сразу же много. Еще, кстати, грунта надо взять. Ешкин кот. Удобрений возьмем сразу же 10 кубов. Пока есть деньги, надо брать. Можно было бы и жидких, кстати, взять сразу же. Ладно, жидких возьмем, когда за рассадой поедем. Да, друзья, на теплице сейчас немножко пофигу. Там надо кучу старого грунта вывозить. Сейчас надо разобраться с овечками. А потом будем заниматься тепличками. Соответственно, выгружаем на поддоны вот это вот все дело. И надо его вот отсюда будет убирать. Как ни странно. Сейчас это все на машину будем запихивать. Или сразу же? Давайте сразу же. Че мучиться-то? Стой, падла. Ладно, тут поддонов немного. Можно их, в принципе, так побросать. Все будет нормально. Ничего страшного. Все равно за раз мы не увезем все, если еще теплицы затаривать. Да и... Да. Теплицы сейчас не до них. Выгружаем оставшиеся два поддона. И можно даже закрыть вот эту менюшечку. И пробуем это все переместить на склад. На этот самый... На прицеп. Да, что я вообще прям криво-криво поставил. А с учетом того, что есть еще автоподбор на этом прицепе, мне кажется, я вообще дурью какой-то занимаюсь. Но мне хочется. Я люблю заниматься дурью. Так, и семена тоже надо брать. Ага. Когда менюшка выскакивает, он бросает их. Ну и ладно. Как хочешь. Сейчас аккуратно не поскидывать бы поддоны, которые уже там стоят. А то я любитель. Точнее, даже профессионал скидывать. И портить все, что сделал. У меня это очень хорошо получается. Вроде нормально поставил. Что-то мне вспоминается, как я поддоны то ли с цементом, то ли с какой-то другой фигней на этом самом, на зеленой долине вот так вот грузил. Мне аж плохо становится сразу от тех воспоминаний. Так, вроде все. Можно это все дело закрепить ремнями. И поехали на нашу базу все это дело выгружать. И приезжаем мы на базу. И вот здесь вот все это дело у нас сейчас будет выгружаться. Давайте только еще откроем меню склада, чтобы видеть, что все выгружается. То знаете ли, бывают косяки. И в жизни всякие огорчения тоже бывают. Удобрение у нас сейчас выгружается. В общем-то, пускай выгружается. Погнали посмотрим на наше новое поле, которое под номером 18. Оно прямо около базы, которая вот здесь вот находится. Может быть на старте имеет смысл покупать именно его, но мне что-то оно тогда не очень нужно было. А сейчас уже нужно. Соответственно, оно засеяно. Засеяно рожью. В принципе, можно с одной стороны дождаться, пока рожь вырастет. Но я не хочу. Мы его сейчас перепашем. Ну и оно, разумеется, нуждается во вспашке. Соответственно, его нужно полностью удобрить, перепахать и привести в порядок. А наше шестое-седьмое поле, оно просто убрано урожай. Его нужно перекультивировать и, соответственно, тоже засеять. Работы на полях валом. Сейчас будем всем заниматься. Только надо разгрузить семена. Давайте, подойти. И отогнать отсюда Урал тоже надо. Вообще, кстати говоря, мы на этом Урале в следующий раз поедем за этими самыми. За рассадой. В любом случае поедем в этот самый, в садовый центр. Что-то я слов сегодня подобрать не могу. Короче, я предлагаю выгрузить сейчас наши старые семена. И, соответственно, их тоже погрузить. И когда мы поедем за рассадой, когда это случится-таки, заедем и сразу продадим старые семена. Потому что их тут копейки лежит. И они нам такие убогие не нужны. Поэтому мы все это дело будем грузить на платформу. Потому что тут есть парочка поддонов. И там вон на заднем плане едет грузовой поезд. Красивый. Падла. Тут в сумме даже нету двух кубов. А что, 280 литров-то показываетесь там... А, да, все правильно. 280 литров. В обоих поддонах. Одинаковое количество сои как-то выращивалось. У нас и третьего, и второго сорта. И последний поддон с рожью. В общем-то, все мы загрузили. Можно это все дело закрепить ремнями. И куда-нибудь это все дело отогнать. Чтобы не мешало. Когда поедем за рассадой в следующий раз, тогда и продадим эти семена. Мы их уже сеять не будем. У нас теперь доступен первый сорт. Он самый классный. Правда, самый падла дорогой. Кстати, что-то мне подсказывает, что мы завтра такие не купим овечек. Потому что я сначала хочу, чтобы у них было что пожрать. И только потом уже их покупать. Потому что если их привезти туда, а жрачки там не будет, они умрут от голода. А я этого очень сильно не хочу. Короче, что нам сейчас понадобится? Нам сейчас понадобится вот этот замечательный трактор. И мы поедем поставим валерона, который будет культивировать 6-7 поле. Как ни странно. Еще нам надо взять другой трактор. А, вон она стоит. Боже мой, что здесь произошло? Ладно, кто смотрел стрим, тот знает. А кто не смотрел, посмотрите. Было весело. Нам надо сначала удобрить 18-е поле. А потом его перепахать. Для начала удобрить, да. А что я к плугу-то мечусь? Сначала нам нужна наша крутейшая удобрялка. Я надеюсь, что МТЗ-шки хватит веса и мощности ее возить. Она, конечно, немножко просела. Но хоть как-то она рулится и едет. Это уже хорошо. В общем-то, с учетом того, что работа пройдет довольно быстро, я думаю, что мы даже сами ее выполним без помощи валеронов. Тут у удобрялки еще 1000 удобрений осталось, 1600. Этого должно по горло хватить. А еще у нас трактор оборудован супер-мега новой системой GPS, которой мы будем пользоваться для удобрения. В общем-то, удобряем поле. Ну что ж, друзья, вот и все. Не так уж и много удобрений здесь ушло и довольно быстро все произошло у нас. Сейчас хороший вопрос, потянет ли эта МТЗ-шка плуг. Хотя я уже давно думал о новой технике. И мне кажется, самое время сейчас ее купить. Хотя плуг новый я покупать не очень хочу. У меня в планах не было. А вот сейлку и трактор. Вот это я прям очень хочу. Короче говоря, удобрялку ставим обратно в гараж. И цепляем теперь плужок. Там поле небольшое. Вроде как довольно быстро он должен все перепахать. Что не той стороной? Да, не той стороной. Вот это я лошара. Ничего, сейчас подъедем той. Не проблема. Во. Готово. Поехали. Поставим, короче, пахоту. Этим уже, правда, Валерон будет заниматься. Короче, товарищ поехал. Обещает справиться минут за 40. И я ему верю. У нас, в общем-то, есть время позаниматься другими делами. И, наверное, знаете что? Раз у нас есть 628 тысяч. А поехали-ка мы в магазин. Что, друзья, нам надо в магазине? На самом деле много чего. У нас есть 627 тысяч. Я сейчас позвонил Кузнецову. И он мне сказал, что ягнят мне будет отдавать по 75 евро за штуку. И коли мы будем набивать 700 голов, не знаю почему, но, наверное, 700. На это уйдет 50 косарей. Так что, в принципе, не очень много. Ну, примерно 50. Итак, что нам здесь понадобится? Во-первых, нам понадобится что-нибудь, чем мы будем косить. Наверное, на нашу маленькую лужайку брать самоходную косилку, это слишком жирно. 180 тысяч. Да и, а, рейтинга у нас уже хватит. Короче, жирновато. Я думаю, что мы возьмем вот эту вот замечательную пару из двух косилок. Пока что нам этого хватит прям по горло. В общем-то, покупаем одну и покупаем вторую. Также к этому чуду обязательно нам понадобится волковая жатка. И суперкрутую куновскую вот этот коврик мы брать не будем. А за 28 тысяч вот эту простенькую возьмем. 9,3 метра вполне для того поля вообще по горло будет. Тоже покупаем. Я вот думаю, что мы все-таки все будем тюковать. У нас есть тюковщик, солому и траву. А вот на силу траву все равно придется возить в прицепе. Можно, конечно, погрузчиком поизгаляться и загружать в погрузчиком. Но я не настолько психопат, поэтому нам нужен еще прицеп с подборщиком. И, в общем-то, самый маленький брать не камельфо. Самый большой слишком жирно возьмем на 34 куба. Вот этот мне нравится. 120 лошадок всего просит. В общем-то, то, что нам нужно. 68 тысяч мы тоже его берем. И коль у нас есть деньги, друзья, я еще хотел купить новую сейлку. Поширше. Потому что та трехметровая, наше большое поле сеет очень долго. И мне это не нравится. Я не люблю ждать. Я, в общем-то, подумал, что я хочу вот эту сейлку на 6 метров. На данном этапе нам ее хватит просто за глаза. 50 тысяч она стоит. Мы ее тоже покупаем. И последнее обновление, в конце концов, которое нам нужно сделать, это новый трактор. И нужно брать трактор минимум на 200 лошадок. Как вы думаете, что это будет? Это, конечно же, будет Вальтра. Правда, серии Тей не Эско. И все-таки, да, мы пихнем движку по мощнее. 250 лошадок будет. Но это нормально, мне нравится. И угадайте, какого она будет цвета? Ха, конечно же, она будет оранжевой. Еще мы поставим балансировку колес ей. Не знаю зачем, но мне нравится, когда есть она. 193 тысячи. Это падла стоит. И мы ее тоже покупаем. И вот она, друзья, наша новая техника. 394 тысячи мы потратили на все. Осталось 233. Этого как раз хватит на грунт, на овец и даже на какую-то рассаду. На минимальную, хотя бы. Все равно контрактов пока на овощи нет. Кстати, о контрактах на овощи. У нас висит интересный биржа контрактов. Кстати, у нас сейчас обновились контракты. Может, что появилось? И ни хрена не появилось. Как же так-то? Уже который день подряд. Но есть контракт на томатную пасту. И, в принципе, было предложение переработать эту самую томатную пасту. Точнее, переработать томаты, которые у нас есть, на эту томатную пасту. Контракт на 115 кубов. А у нас есть 224 куба томатов. Во-первых, 224 куба томатов переработается в 112 кубов томатной пасты. Этого не хватит. Ну ладно, контракт можно немножко подкрутить. Во-вторых, нужно брать в аренду завод. Консервный. По моим подсчетам. Точнее, не по моим, а по подсчетам завода, что ли. Консервного, да. Перерабатывать 115 кубов он будет в районе 10 часов. А для того, чтобы взять этот завод в аренду на 10 часов, нужно потратить 185 тысяч. Контракт это не отобьет. Поэтому смысла в этом никакого нет. Пускай эти помидоры лежат и гниют. Хотя, ничего с ними не станется. Там отличное помещение для того, чтобы хранить там помидорчики. В общем-то, друзья, у нас сейчас 3 трактора работают на полях. У нас же я подобрал еще один культиватор. И сейчас я запустил хорлемана, который тоже культивирует. И плюс паха-то идет. В общем-то, я это все перегоняю на базу. И мы встречаемся уже попозже. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok